Наутилус Это вымышленный подводный корабль капитана Немо из фантастических произведений Жуля Верна «20 тысяч лье под водой» и «Таинственный остров». Впервые появившись в 20 тысяч лье под водой, а это 1869 год, он верно служит своему капитану, показывая неприхотливость и надежность, а также невероятные для того времени постройки, технические характеристики. Каждый из героев нашего спецрепортажа также строит свой Наутилус. Многие изобретения происходят совершенно случайно, но некоторыми люди думают годами. Но в любом случае считается, что изобретатели – это достаточно взрослые дяди или тети, видавшие жизнь и обладающие достаточным количеством знаний. Знакомьтесь, областной этап республиканского конкурса научно-технического потенциала учащейся молодежи «Техноинтеллект». Который год он доказывает, что интеллектуальные и творческие возможности современной молодежи неиссякаемы. Суды, авиа, ракеты, автомодели, спортивная, транспортная, военная, промышленная, сельскохозяйственная техника, радиоэлектронные, энергосберегающие приборы, оригинальные технические решения, автоматизированные системы и целые программные комплексы. Практики гораздо интереснее. Ну и роботами тебе интересно? Конечно. Роботы – это прощает жизнь. Что можно на такой универсальной платформе сделать? На универсальной платформе можно вплоть до роботов экстренной службы, обнаружения газа, датчик обнаружения задымленности газа. В комнату запустили, он проехал и сообщил на пульт, что есть задымление, либо есть газ в помещении. И после этого запускать людей. Над изобретениями Павел работает вместе с учителями. Вот либо ум надо направить в нужное русло. Ведь в современном мире технологии развиваются так быстро. Мы имеем мгновенный доступ к информации со всего земного шара. Можно очень далеко уехать в течение нескольких часов и даже попасть в космос. Но все это возможно благодаря и желанию людей. Хотя у многих из современных изобретений было скромное начало. Ну, оптимизировал, например, у меня вот на двери стоит кодовый замок на этой основе. То есть карта, либо тот же самый датчик стоит на приближении. Он просто дверь открывает, закрывает, глушит свет, например. Если в комнате никого нет, определяет система, что в комнате никого нет, глушит свет автоматически. Плюс отключает розетки питания, если никого нет и потребителей нет. Важные изобретения элегантны и их воздействие огромно. Они не просто решают отдельно взятую проблему. Они открывают новые возможности. Для улучшения прочности шва, а также для ресурсов сбережения. Возможность варить детали без поворота их. Снижение затрат электроэнергии, снижение затрат проволоки и защитного газа при сварке на полуавтоматах. Раз, два, три, четыре. Малый торпедный катер серии КТС военно-морского флота ГДР. Проект 131. Изобретателями многих полезных или просто интересных вещей были дети. Шерифт Брайля, систему рельефно-точечной письменности для слепых, придумал 15-летний мальчик Луи Брайль, который сам ослеп в три года в результате несчастного случая. Обожавший кататься на коньках 15-летний Честер Гринвуд в 1873 году попросил свою бабушку прикрепить кусочки меха к проволоке. Так появились наушники, защищающие уши от холода. Потут, который за свою историю существования никак не изменился, был придуман 16-летним гимнастом. Некий Фрэнк Эперсон, когда ему было 11 лет, забыл на улице стакан с содовой водой и ложкой внутри. Дело было зимой, и к утру содержимое стакана замерзло. Так появился мороженый лимонад на палочке, который Фрэнк и начал выпускать уже позже, когда вырос и открыл свой бизнес. Возможно, и Андрей Мешко в будущем построит свой наутилус, откроет бизнес по производству структурированной или кластерной воды. Он, кстати, за изобретение получил патенты и первое место в областном конкурсе «Техноинтеллект». Со своим дедушкой этот восьмиклассник исследует воду и задается недетскими вопросами. Я еще с детства любил изобретать, проектировал, даже была книжка специальная, где я там зарисовки делал. Он решил пойти в кружок технического творчества в полиэтиленческие колледжи. Ну и мы тут от этого колледжа сходили в Белорусский российский университет. Мы там увидели установку, как они там что-то упрочиняли, обрабатывали. Меня это очень сильно заинтересовало, особенно вода. Ну я почитал об этом побольше. И когда второй раз пошли уже повторно смотреть, то я заметил то, что плазма лучше фокусируется в металлических изделиях, чем на диэлектрических. Ну и предложил использовать металлическую колбу для обработки воды. Вот она, та установка, про которую рассказывает Андрей. Восемь лет на кафедре металлорежущие станки и инструменты Белорусско-Российского университета ведутся разные разработки. Группа могилевских ученых заинтересовалась водой. Ни одно производство не обходится без воды. Да что там, ни один живой организм не обходится без воды. А по мнению исследователей, переработанная вода становится неправильной. Как ей вернуть природную структуру? Вода, которая имеет правильный шестигранный кристаллик. Ну, если эту воду заморозить в коллегенной камере, то она становится... Вот этот кристалл получается правильной шестигранной формы. Такая вода в природе существует? Да, существует. Есть такой источник в Венесуэле, один из немногих. И энергетический заряд этой воды в 40 тысяч раз больше обычной водопроводной воды. Мы измеряем ее кислительный установительный потенциал. И структурированная вода имеет отрицательный. А обычная водопроводная вода, пути визированная, она имеет положительный. Ну, так мы узнаем, структурированная вода или нет. Кластерная вода имеет приятный вкус и отличается мягкостью. Юный изобретатель уверен, что она обеспечивает жизненную энергию, необходимую для протекания всех процессов в организме человека и позволяет увеличить время жизни и эффективность работы абсолютно всех клеток человека. Самый яркий пример такой воды – талая вода. Как говорят, талая вода – самая полезная. Да, талая вода, да, именно в тот момент, когда в ней еще присутствует лед. Вот на грани вот этот вот, в этот момент, и она самая ценная и самая полезная. Тает лед, вот в данный момент вода имеет ту структуру, которую она должна иметь по природу. Потом, начиная сдвигаться по трубам, по сосудам, она, используя механическое воздействие, или если на нее оказывается механическое воздействие, она, структура разрушается. Можно использовать обычную водопроводную воду, и в частности, в нашей установке. Мы это используем, выкладываем на катоде сосуды с водой, подвергаем их обработке, и тогда, тем самым, восстанавливаем структуру за счет воздействия вихревых магнитных полей. Вода выравнивает структуру. Кластерную воду часто называют живой. Молекулы в такой воде выстроены в определенной последовательности и собраны в упорядоченные группы – кластеры. Интересно, что кластерная вода в большом количестве содержится только в организме новорожденных детей, как людей, так и животных. Может, именно поэтому она способна исцелять некоторые болезни и омолаживать ткани. Вода обладает очень хорошей памятью. То есть, если, может быть, и слышали такие исследования, что если на воду ругаться, то она это все запоминает, и, тем не менее, не зря же из древности перед тем, как принимать пищу, люди молились. То есть, использовали молитву. Это мы сейчас даже до конца не понимаем, что такое молитва. Это определенного вида вибраций, которые создает человек и тем самым формирует, накладывает определенную информацию на те же продукты. А, как правило, мы сами в большей степени состоим из воды. Продукты, которые мы употребляем, в какой-то степени всегда присутствует вода. Нет такого. Даже вот песок, стекло, в нем тоже какие-то малейшие частички воды присутствуют. У правильной воды есть одна особенность. Сохранить ее структуру такой долго не получается. Поэтому самое эффективное – структурировать воду перед употреблением. Но тогда возникает следующая проблема. Как сделать это легко и быстро в домашних условиях? Мы работаем над тем, чтобы создать миниатюрные установки, которые можно было иметь в домашних условиях, для того, чтобы можно было производить восстановление структуры воды. И чтобы они были доступны для населения, потому что вода, которая протекает по трубопроводам, она меняет свою структуру, теряет ее. В последние 40-50 лет изобретатели активизировались в поиске своего наутилуса. Так что без мобильного телефона никто уже и жизни не мыслит. А что вы скажете о 3D-принтерах, на которых печатают офисы, дома и даже еду? Список изобретений и открытий, сформировавших облик жизни современного человека, занял бы десятки страниц. Существует мнение, что сейчас сложно что-то изобрести. Но это верно лишь отчасти. Во вседневной жизни можно найти место изобретению, пусть и небольшому, а может быть и наоборот. В этом календаре в каждом месяце по 28 дней. Но, получается, последние дни, если, ну, например, в каком месяце, 29, 30, 31, есть если, то они как бы выходные, дополнительные дни. Мне нравится то, что дополнительные, как бы выходные в конце есть. Но если в феврале 28 дней, то нет выходных. Ну, это всего лишь один месяц, во всех остальных месяцах есть. Да. Еще нету пятницы 13-го, ни в каком месяце. Это ученики одного из четвертых классов 31-й Могилевской школы. Малыши со своей учительницей Ольгой Плетневой активно участвуют в исследовательском процессе, хотя программой многие знания в начальной школе не предусмотрены. Мы с ними разговаривали, я им рассказала, что у меня был такой мальчик интересный. Вот как раз в этом году он был день рождения, отмечает 29 февраля. Не успела я об этом сказать. На следующий день дети сходили в библиотеку, вышли там в интернет, распечатали материалы, принесли мне эти материалы, и мы стали заниматься этой проблемой. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 суток, 5 часов 48 минут 46 секунд. Для удобства эти 5 часов 48 минут 46 секунд округлили до 6 часов. И приблизительно за 128 лет эта разница в 11 минут 14 секунд набегает еще одни сутки. Поэтому при смене столетий високосный год отменяется. Ну, у меня папа 28 февраля родился. Может, 29, неизвестно точно. Потому что раньше записывали на 28 февраля для удобства. Конечно, потенциальные изобретения сейчас стали более наукоемкими, иногда недоступными обычному человеку. Но практика показывает, что свой наутилус пытаются изобрести и совсем маленькие дети. К примеру, 8-летняя Алана Майерс в штат Флорида, США, намучившись в перевязочных пунктах с отбитыми на асфальте коленками, придумала средства для безболезненного снятия бинта, состоящая из обыкновенного мыла, лавандового масла и воды. Берите на заметку. И тут уже задача родителей вырастить и поддержать изобретателя. Каждый человек рождается с определенным задатком каких-то способностей, которые генетически передаются. Это передается от мамы, папы, бабушки, дедушек, дядь, от какого-то колена. Это может быть там двоюродная, троюродная сестра. И здесь уже вопрос, как родители смогут развить то, что ребенок приобрел от природы. Я, например, знала девочку, которой сейчас 10 лет, которая в полтора года читала наизусть всего Чуковского. Ну, на своем ломаном детском языке, насколько она выговаривала звуки. Но как только ребенок пошел в детский сад, буквально через 2-3 месяца она забыла всего Чуковского. Потому что просто-напросто с ней это не читали. Поэтому здесь вопрос, можно ли назвать этого ребенка вундеркенда. Сейчас она окончила 4 класса. Это обычный ребенок, который неплохо учится. Но, к сожалению, если сейчас попросить у нее вспомнить все те стихи, которые она рассказывала в 2 года, она, к сожалению, не вспомнит и половину. Поэтому вопрос в том, что потеряла она свои способности или они просто перестали развиваться. И здесь, мне кажется, очень важно, как к педагогам, так и к родителям, не нужно гнаться за какими-то огромными способностями детей. А нужно опираться на то, что ребенок может и умеет сегодня и развивать сегодняшнее умение ребенка. Очень важно рассматривать детей как не объект вкладывания знаний, а как объект для развития того, что окружает ребенка. И обязательно акцентировать внимание на его интерес, что ребенку интересно. Человек кажется только тем и занят, что постоянно что-то изменяет, переделывает, совершенствует. Зачем это ему надо? Какая сила заставляет его отказаться от старого, привычного и проверенного? Разве нельзя, отладив что-то один раз, успокоиться на этом и жить без суеты, размеренно отсчитывая положенное нам время? К сожалению, а может и к счастью нет, природа не допустит подобного образа жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова